Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем приходить в Max Payne. Как видите, моно дышит тяжело, потому что здесь угарный газ, ну в общем пожар. Нам нужно спасать Макса, которого Лем взорвал, с помощью бомбы, которая была на голове у Винни. И сейчас, я так понимаю, нам нужно бежать его спасать, короче говоря. Какой-то кошмар творится. Ой блин, ты посмотри. Ой, мне хана, мне хана, мне хана. Куда бежать? Бежим. Куда, куда бежать? Тихо, тихо. Я ничего не понимаю, куда, куда мне бежать? Да блин, все, хана похоже. Ну да, непонятно было куда бежать. Блин, надо сохраниться уже после этого. Так, сюда. Сюда нам явно не нужно. Отсюда мы бежим. Сюда. Хорошо. Отсюда, сюда. Так, тут падает... Тут мы сохранимся, пожалуй. Да блин, ты посмотри. Че дальше-то? А дальше тут все взрывается. Доктора, помогите, пожалуйста. Может мне... Блин, куда идти? Ах, твою мать. Да блин, ну не падай ты в огонь прямо. Так, сейчас там эти взорвутся, и мне похоже назад нужно. Ну-ка. Все, вот что-то у нас получилось. Нет, нет, нет. Неправильно я поступил. Мы все умрем. Мы все умрем. А, вот. Ой-ой-ой, какой кошмар. Да блин, это вообще просто какой-то... Так, надо... Надо почаще... Так, ты посмотри, че творится. Надо почаще сохраняться. Да блин, ну что ж ты постоянно падаешь в это? Так, подождем, пока там все задетонирует. Давайте сами пока вот тут сохранимся. Я надеюсь, я не зря это сделал. Так, вот теперь... Да блин, твою мать. Эта серия хорошо начинается. Меня радует эта серия. Да блин, ах, да что ж ты... Твою же дивизию. Так, давайте. Взрывайтесь. Все, вот теперь можно. Да блин, не швыряйте меня в пламя. Так, ну. А. Ах, блин. Тут мало того, что меня вообще все убивает, так я еще и сам погибаю. Тихо. Понял. Так, я нормально поступил, нет? А, мне сюда, наверное. Тут блин, жизни вообще нет. Куда дальше? Блин, это кошмар, когда он закончится? Так, сохраняемся. Жизни вообще мало на один взрыв. Так, аптечки. Это меня радует. Так, сохраняемся. Что дальше? А дальше ничего хорошего. Куда идти-то? Видимо, как-то вот так. Так, секунду. Как обычно. Звонят, как только куда-нибудь... Куда идти? Ну, по идее... Блин. Не сюда похоже, да? Как же мне эти звуки раздражают. Так, ну а тут... Тут у нас вообще просто нечего делать. А, вот, понятно. То есть, никто не звонит на протяжении трех часов, как только начинаешь... Как садишься за запись, сразу начинает название. Ведь все, кто так вообще... Кто может? Так, это меня не радует. Эти бочки меня тоже не радуют. Так, все, электричество отключили. Теперь, я так понимаю, мы там сможем пройти. Ну-ка. Да. Тут у нас я вижу лестницу, которая больше не коротит. Где Макс-то? Куда он забрался? Как он успел в такую глубь забраться в данной территории? Понятно. Разнесло, конечно, со страшной силой. Совершенно не жалко. Я ему в первую часть сама лично пустил пулю в живот. Макс. Она нашла меня на полу в луже крови. Там же, где меня оставил Влад. Макс, очнись. Просыпайся. Смерть неизбежна. Мы ее боимся и осторожничаем. Не даем воле чувства. Куда ни кинь, всюду клин. Ведь жизнь это страсть. Так, глава шестая уже. Всего их восемь, так что мы близки к завершению. Зависит от времени и места. Любовь и дружба. Жизнь и смерть. Влад отвел меня к Моне под дулом пистолета. В водке, а потом у Винни. Не вышло. Но в третий раз ты не уйдешь. Мы не можем его провести. Башка в двери застревает. Оставьте Винни в аттракционе. Ему там самое место. Я скоро им займусь. Смешно. Правда? Что? Трескался в киллершу, которая работает на убийцу твоей семьи. Любовь зла. Все субъективно. Правильное, неправильное. Добро и зло. Уоден запугивал окружного прокурора. Послал ему данные на проект Волгала. А поплатилась твоя семья. Мона вроде меня. Только за Уоденом убивает моих союзников. Ну и что смешного? Прости, но ты же сам понимаешь. Ты бы этого так не оставил. Эйнштейн был прав. Время зависит от положения наблюдателя. Под дулом пистолета оно замедляется. Мимо проходит вся жизнь. Все разочарования. В эту долю секунды ты можешь прожить целую жизнь. Кроме того, джентльмен всегда мстит за оскорбления, нанесенные его даме. Ты же убил Уинтерсон. Ох. Жесть, как он выжил-то. Издигло в упор с такого расстояния-то... Во сне я был невидимым призраком, питающим возле моего собственного тела. Детектив Пейн, босс уже здесь и ждет вас внутри. Надеюсь, вы еще не завтракали? Зрелище отвратительное. Ладно. Так, мы паново в каком-то кошмарном бреду Макса. Убийство в пылу страсти. Дело как раз для тебя было. Только ты и сможешь его раскрывать. Пуля в голову. Убийца ищет ответ, но не там, где надо. Он должен искать ответ в своей собственной голове. Подозреваемый. Готов для опознания. Поторопись, Пейн, или упустишь его. Проклятье. Мы его теряем. Так, 6 миллиграммов надежды. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Еще раз. Триста. Триста. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Доктор. Так, еще раз. Триста пятьдесят. Заряд. Чисто. Чисто. Снова ничего. Мы его потеряли. Время смерти 2.30. Так, похоже все. Кстати, Бравуру живой. Он, как мы сказали, когда мы бегали по госпиталю, там можно было увидеть на одном из экранов, как его в реанимации приводят в чувство. Так, ну что нам в каком-то опознание опять. И тут сам Макс. Полиция Нью-Йорка бросит оружие. Что ты будешь делать, парень? Если присмотреться, мы все в чем-то виновны. Так, я не понял, что такое. И мы оказались в апартаментах Максов. Опять Пойтсов. Отпусти меня. Ты победил. Победил. Забирай всю торговлю оружием. Забирай все. Только отпусти меня. Не убивай. Отпусти меня. Винсен. Мой дорогой друг. Давай поиграем в игру. Ты же любишь игры, правда? Игра очень простая. За каждый правильный ответ я буду снимать с твоей головы часть взрывчатки. Правильно ответишь на все. Ты свободен. Ну что, идет? Ладно, ладно. И раз уж ты в этом костюме, все вопросы будут связаны с твоей любимой телепередачей. Хорошо. Готов? Первый вопрос. Как зовут главного злодея в приключениях капитана Бейсбольная Бита? Демон Максвелла! Демон Максвелла! Проще простого! Молодец, Винсен! А теперь, как я и обещал... Поздравляю! Я снял половину бомбы. Еще один правильный ответ. И ты свободен. Все хорошо. Все хорошо. Я справлюсь. Я справлюсь. И что за вопрос? Кто истинный создатель демона Максвелла? Доктор Энтропия, конечно. Нет, подожди. Что ты имеешь в виду? Истинный сценарист Сэмми Уотерс. Впечатляет, Винсен. Но, к сожалению, ответ неправильный. Истинный создатель демона Максвелла Джеймс Клерк Максвелл. Британский физик девятнадцатого века. Не честно! Эй, дай мне еще один шанс. Винни, Винсент, я бы рад. Но правило есть правило. Нет, пожалуйста, нет! Не убивай меня! Не убивай меня, пожалуйста! Ну да. Надпись на стене отражения. Это более интересно, чем телевидение. Отражение в зеркале, конечно же. Так, ну ладно, давайте искать нашего двойника непонятного, мистера Скрэйча, так скажем. Вы что у нас с потолком-то? Так, ладно. Гейт мертв. Этого следовало ожидать. Никаких обид. Еще не поздно, дорогая. Присоединяйся ко мне, и я все прощу. Из нас выйдет чудная пара. Я король, а ты можешь стать моей королевой. Держи карман, шей. Видишь, ты всего лишь однорукий бандит. Убейте ее! Убейте эту сучку! Убейте эту сучку! Понятно. Так. Я чувствую, это будет забавно. Хорошо. Куда дальше? Убейте эту сучку! Это зеркало? Да, блин. Обманули меня. Так, ладно. Тут что? Ага. Опять зеркало. Так, по бокам, короче, какие-то непонятные зеркала. То есть, обманули меня. Просто обвели вокруг пальца. Здесь у нас... И здесь у нас тоже зеркала. Хе-хе-хе. Кругом. Блин, ну эти сны-то, конечно. Это да. Макс, очнись. Просыпайся. Да, Макс окроет по страшному. У тебя ничего не выйдет. Меня привела сюда пуля в моей голове. Макс, очнись. Просыпайся. Она была прекрасна. И я ее ненавидел за свою слабость. Наконец, оказавшись с ней, я не хотел спешить с расспросами. Как ты? Влад отправился в особняк у Одена. Но куда ты пойдешь? Не глупи, ты и так едва жив. Плевать. Это наши внутренние распри, Макс. Блюнь на них. Пожалуйста. Спастись, это не для меня. Хэппи-энда не будет. Ты идешь со мной. Поздно. Я не мог ей доверять, пока не закончу дело. Глава седьмая. Предпоследняя. Влад был прав. Альтернатив не бывает. Движешься по прямой. Это потом, когда задумаешься, что все могло бы пойти иначе, начинают мерещиться развилки. Как подстриженное деревце бонса или как пучок молнии. Если бы ты поступил по-другому, то сейчас это был бы не ты, а другой человек. И мучился бы другими вопросами. Веселье начинается. Я спущусь, Берн. Прикрой меня. Тревога, они здесь. Принеслась. Так, да сколько у вас это? Ёлки-палки. О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо. Так, ну этих, допустим, пустили в расход. Так, давайте сохранимся. Последняя глава, то есть, нет, главка вообще восемь, но... Но все будет происходить в этом умении, короче говоря. Так, куда идти? Явно не сюда. Все, вроде уехал парняга. Так, ладно. Но все равно это не настолько сложно, как вы помните, когда мы пришли на здание Азир. В конце первой части нас там просто начинали разбирать. Буквально стоило сделать один шаг. И в ту сторону. Да и в ту сторону, если... Кругом убивали, короче говоря. Так, там нас уже ждут. О, смотри, на лорд, миледи. Взрывай скорее! Че там взрывать-то хотите? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! У-у-у, уроды, мать! Мать-то не мать! Ничего себе! Так, вроде спокойно. Ой-ой-ой-ой! Такой кошмар! Там что-то Мона творит страшное, похоже. Всех убило. Так, ладно. Ну, пора уже покончить с этим засранцем. Оказывается, в самой первой части. Двуличные слова, че-то. Владимир Лем. Так, Мона. Оп! О, хо-хо-хо! Сразу три окна. Блин, ну эти быки, конечно, серьезные. Но, че-то никто не хочет их выкидывать на меня сразу штук по пять, по шесть. Чтоб было весело. О, Милорд. Подожди, я думал, это закончилось. Ха-ха-ха. Это ну-лю-лю-лю. Я бежала в темноте, оставив позади особняк, полыхающий, как Рим принорони. Милорд Валентин сделал из меня нового человека. Он показал мне жизнь. Начал быть леди. Спас меня из темницы дома, в котором я родилась. Он подарил мне семьи, ставшие мамы, величайшим сокровищем. Мама, мама! Мой маленький Валентин. Это было много лет назад, но иногда я все еще слышу голос моего лорда, который зовет меня Нилейди. Нилейди. Все, что ли? Ну ладно, типа Хоппи-Энт. Так, берем калаш. Калаш мне больше нравится. Минус два. Еще наверняка есть примерно 100 км. Ой! Я улыбнулась, сколько у вас тут? Кто где? Так, ну Мона пошла. А, это Мона, блин. Что теперь? Надо пройти дальше. Поискать Водана или Влада. Хорошо. Ой! Ну, я думал, будет сложнее. Превога! Тихо. А это что было? Ладно. Это, видимо, вот эти вот баллоны ститонировали. Всем досталось. Сами на свою гранату побежали. Так, ладно. Маленько подлечемся. Здесь, кстати, и здоровье быстрее восстанавливается от этих аптечек. В предыдущей части там надо было довольно долго ждать. А тут буквально за пару секунд. Прикрой меня! Я думал, там всем понравилось. Никому не понравилось. Готово, Макс. А, это ты. Мамогу мяса. Теперь проверим другое крыло. Ладно. Красивый зал. Между тем... Так, сохраняемся. Могло бы быть сложнее. Сложно, но могло бы быть еще сложнее. Мы знаем, насколько могло бы быть сложнее. Но, в принципе, пойдем. Ты живой еще, что ли? Огонь! Огонь! Мамогу застреление! Ну, вот это вот простое замедление очень сильно облегчает жизнь, конечно. Без него было бы посложнее, если бы пользовался чисто вот этими вот. Ну, от них тут вообще замедление не тратится, так что тоже не знаю. Ну да ладно. Мы дополнительных сложностей не ищем. Как говорится, дают. Бери. Почему бы и нет. Так. Отлично. Клей, мой дорогой друг. Я надеялся, что все будет именно так. Я рад, что мы занимаемся этим вместе. Да, сэн. Вот он и золото в бункере. Нам осталось только открыть его. Не спешите. Мы никуда не торопимся. Зрывчатка размещена, сэн. Наше прощание будет красивым. Телохранители Уодена предали его и присоединились к Владу. У нас еще было время, пока они не добрались до Уодена. Бункер находился в задней части здания. Это Сакс и Пейн. Они уже внутри. Они очень опасны. Надо остановить их, прежде чем... Мона была все еще в деле. Мона особо не церемонится. Так, ну и что. Давайте на этом прекратим. А следующая серия, я у нас думаю, уже будет последней. Потому что осталось-то уже всего ничего, как говорится. Могу сказать, что это прекрасно, по-моему. Несмотря на то, что экшн стал довольно-таки зубодробительным. Все равно до первой части он, конечно, не дотягивает. Ну, это просто сложность такая, уровень сложности. Но как бы там ни было, короче говоря, увидимся в следующей серии. Говорят, что если проходить на самом тяжелом уровне сложности, откроется секретная концовка. Но... Я проспылерю маленько. В которой Мона выживает. Потому что говорят, что в этой концовке Мона умрет. Но, короче говоря... Да вы это и так все знаете, чё. Мы все-таки просто освежаем в памяти игру. Не проходим мы в первый раз. Поэтому все знаем, чем это закончится. Насколько я понимаю, вот эта вот обычная концовка, она и будет каноничной. То есть, именно от нее будет отталкиваться третья часть. Потому что в третьей части никакой Мона не замечено. Поэтому, собственно, я совершенно не горюй по поводу того, что секретная концовка пройдет мимо нас. Возможно, я с какого-нибудь дружественного канала просто ее стяну и размещу тут. Посмотрите на секретную концовку. А так, в принципе, наша концовка будет обычной. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok